Алкоголь остается не только непосредственной причиной смертности от тяжелых заболеваний, но и косвенной, такой, как, например, пьяная поножовщина. Так, одна из таких последних ссор, окончившаяся весьма трагичной, произошла 16 июня на Нарвском шоссе неподалеку от столичного певческого поля. По какой-то причине между мужчиной и женщиной, которые отделились от компании, возникла ссора, в результате которой женщина ударила мужчину ножом. После этого она покинула место происшествия, нашли тело у друзья убитого. Женщина была позже задержана в Нарве. В данный момент суд ее уже признал подозреваемым. Мы выяснили, что в момент преступления подозреваемая была в состоянии алкогольного опьянения. При алкогольном опьянении мозг человека работает иначе, из-за чего он нередко совершает неадекватные поступки. Если до возлияния вполне нормальные люди были обижены на кого-либо, то доза спиртного может подогреть злость, а ситуация выйти из-под контроля. В эту субботу в марту в одной из квартир между двумя мужчинами произошла ссора. До этого они употребляли в большом количестве алкоголь. Один из них нанес другому ножевые ранения. К сожалению, жертва скончалась. В этом случае также нападавший скрылся с места происшествия. После беседы со свидетелями и осмотра места происшествия, полицейские установили личность возможного подозреваемого, который был взят под стражу. Полиция отмечает, что в последнее время у некоторых наших жителей появилась и весьма опасная привычка – ношение при себе ножей, которые в нетрезвом состоянии становятся орудиями преступлений. Поэтому во избежание таких инцидентов людям, решившим провести весело время стражи порядка, рекомендуют оставлять колющие и режущие предметы у себя дома. Тем более, что ношение холодного оружия, в отличие от газового баллончика, в нашей стране запрещено законом. Сергей Дедыкин, Вячеслав Скалецкий, Первый Балтийский канал.